Вы знаете гениальную фразу Лукашенко, да? Только я взялся за яйца, пропало масло. Да, доктор у меня геморрой, но в каком месте? Слышно. Четвёртый день висели над городом эстонские парашютисты. Это ничего, это ничего. В темноте два голоса. Любишь? Люблю. Женишься? Не-а. Слась. В купе скорого поезда едет мужик и дама, и быстренько они договорились, между собой происходит секс. Она в полном восторге, говорит, я хочу ещё. Он говорит, всё, никаких разговоров, только вот так двумя руками, подержи меня за рабочий орган, пожалуйста, минут 15. Она держит добросовестно двумя руками, через минуту, видит, он готов, и опять, и опять ещё она хочет, и опять, он говорит, подержи вот так двумя руками, только руки не отпускай. Потом, в конце концов, она спрашивает, а зачем вот я так делал? Он говорит, как зачем? А бумажник, а права? Да. А вот ещё мне очень нравится, муж провожает жену на курорт. Бежит за поездом и кричит, жена, никому не давай! Она из окна. А? Никому не давай! А? Нет, 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 тройся, ты с кем хочешь. Поняла! В бане старуху молодуху моется, и старуха так зависливо смотрит на молодую и говорит, ну, красивая ты. Она говорит, да, красивая. Говорит, мужики, небось, ухаживают за тобой? Она говорит, да, ухаживают. И поваживаешь, поваживаешь, не всех, не всех, да. И ублажаешь? Да, ублажаю, но совсем не всех. Смотри, пожалеешь. Да, а потом, ну, старый анекдот такой, женщина, звонок в дверь, женщина открывает дверь, стоит огромный мужик, говорит, здравствуйте. Она говорит, здравствуйте. Муж дома? Она говорит, нет, на работе. Он её сгрёб, значит, изнасиловал всё и ушёл. Она сидит и говорит, ммм, чё он хотел у мужа-то узнать? Мужик идёт домой с работы, хмурый. Вдруг около него останавливается роскошная красная Феррари, там сидит потрясающая блондинка. Говорит, мужик, тебя не подвезти. Нет, это не так по-другому рассказывается. Ночной клуб, парень, который забитый, случайно попал, везде богатые люди ссорят деньгами, направо-налево. Мэтт Шандон, вдова Клико льётся, там, Шато Марго, непонятного древнего года. Он понимает, что он лишний, только собирается уходить, и подходит, ну, там, сумасшедшая блондинка, волосы, пирсинг. То есть, вот это, все тут одеты, богато, видно, что у неё всё в порядке, в жизни подходит. Она говорит, привет, малыш, что делаешь? Он так, вы мне? Он говорит, ну, конечно. Ты что делаешь, малыш? Чувак вообще не понимает. Он говорит, вы перепутали, ты мне понравился. Ну, что, поехали ко мне, может? Он, ну, поехали. Только, знаете, мне проблемы, говорит, можно я ещё подружку возьму? Он говорит, не вопрос. Вот она, кстати, выходит ещё лучше, ещё выше, грудь ещё больше, губы ещё толще. Всё, он не понимает, что происходит. Он такой, а можно ко мне? Он говорит, не вопрос, поехали к тебе. Приезжают к нему. Она такая, слушай, а что это у тебя контрабас? Он такой, ну, вот у меня отец преподаватель контрабаса. А можно я поиграю на нём? Он говорит, издеваешься? Он говорит, нет, блондинка, то есть, вот эта вторая. Начинает играть, как бог просто. Вообще не понимает. Вторая говорит, слушай, а можно, пока ты с ней на контрабасе? Она говорит, ты играй на контрабасе, чтобы ты был сзади. Ну, он сзади, она играет в контрабасе. Говорит, а можно я пока на пианино вот Шопена поиграю? Он говорит, что я занималась, консерваторию закончила. Играют, играют, играют. Он говорит, ты не мог бы ко мне подойти сзади, пока я буду на фоно? Подойди ко мне сзади. Та, которая на контрабасе говорит, слушай, у тебя труба. Он говорит, у меня брат занимается. Можно я на трубе? Она, где британскую песенку на трубе начинает. Он вообще не понимает. Ну, закончилась ночь, всё. Две блондинки на следующий день едут, мимо этих окон его проезжают. Говорит, слышь, помнишь, вчера с чуваком зависали? Давай, может, к нему поднимемся? А вторая говорит, ты уверен, что он нас запомнил? Вот в этом в целом же. Он прелестный, да. Да, значит, первый космонавт, Тронк, американский, который вступил на Луну. Известна его легендарная фраза, что небольшой шаг человека и огромный шаг человечества. Но когда плёнки все эти вскрыли, оказалось, что через паузу он сказал, я делаю это для вас, пан Козельский. И долго не могли от него добиться, что значит эта фраза, делаю для вас, пан Козельский. Ну, и где-то он раскололся, сказал, говорит, в детстве мы жили по соседству с польской семьёй, через стенку всё было хорошо слышно. И жена, от которой муж требовал оральному сексу, сказала, говорит, только после того, как человек вступит на Луну. Прошло много времени, там, может быть, уже ему и не до оральнего было, но он свой долг, так сказать. Живёт девица с отцом, и больше у него, кроме отца, никого нет, и мужиков никаких нет, а уже и 40, и замужества перспективы никакой не видно. И она отцу говорит, папа, ты не будешь возражать, если я себе фалоимитатор куплю? Она говорит, да нет, донечка, ну, пожалуйста, ну, как тебе хочется, хочешь фалоимитатор, конечно, купи всё. Ну, купила, она живёт с этим фалоимитатором, как-то приходит с работы и видит такую картину. Сидит отец, значит, стоит напротив этот, значит, здоровенный этот фалоимитатор, и между ними стоит бутылка водки и два стакана. И в бутылке уже вот... Он говорит, папа, это что такое? Он говорит, ничего, доченька, с дядьком выпиваем. А это мужик с работы приходит, значит, к квартиру, ключ сует, скважина, дверь закрыта. Он в звонок звонит, никто не подходит, он прислушался, а там шорох какой-то всё, он думает, ну, точно, у жены любовник. Начинает вышибать дверь, а у жены действительно любовник. Она говорит, Вася, Вася, быстро в окно, муж, муж приехал. Он говорит, какой в окно, сейчас штаны надёшь, да какие штаны давай, быстро, он же тебя убьёт. Ты моего мужа не знаешь. Ну, он говорит, что ж, я голый, что ли, давай, голый. Он как, ну, раз раз, шпингалеты заржавели, окно не открывает. Он говорит, не открывается окно, он говорит, форточку, Вася, форточку. Он говорит, ну, как же форточку, ну, дешёв, давай, Вася. Ну, он прыг в форточку и застрял. И ни вперёд, ни назад, и торчит в форточке. Муж вышибает дверь, жене по сапатке в комнату убегает, смотрит, задница в форточке дёргается. Он говорит, ну, сводч, я тебя сейчас изнасилую. А тот дёргается. Мужик табуретку подставил, пристраивался, пристраивался, не получается. Высоко. Он говорит, ну, изнасиловать не удаётся, я тебе сейчас яйца отрежу. Бежит на кухню, берёт такой хлеборез, бежит с ножом, а мужик дёргается в окно, видит этого мужика с ножом, как заорёт, говорит, мужик, ну, будь человеком, попробуй ещё разок, у тебя должно получиться. А, про дискотеку есть, ну, он такой вроде как, ну, он на все времена анекдот, ну, старый. Ну, может, кто-то не знает, когда доченька в очередной раз собирается на дискотеку, мама говорит, доченька, скажи мне честно, к тебе мальчики подходят, он говорит, ну, я же знаю, ты же красивая девочка, тебе всё-таки уже не пятнадцать, а уже семнадцать. Он говорит, ну, да, мама подходит, ты знаешь, я хотела вообще поинтересоваться у тебя, что мне отвечать, а то не подходит, мол, поехали с нами, ну, а ты им сразу говори, а как маленького назовём? И всё, каждому как корову языком слежит. Ну, хорошо, ну, в дискотеку приходит, всё, через час подходит мне парень, ну, что, детка, поехали ко мне, прокатимся, он говорит, да не вопрос, как маленького назовём, раз, нет его уже, всё. Ну, второй раз, она уже довольна, подходит, и так, пять-шесть кавалеров она отшила. Ну, под конец такой какой-то парень подходит мне, говорит, ну, что, пойдём, говорит, отойдём со мной, тебе будет приятно, она говорит, нет, нет вопросов, как маленького назовём? Он говорит, да разберёмся. Ну, пошли. Ну, заходит в кусты, ну, он сделал своё дело, штаны только одевать она. Эй, а как маленького назовём? Он так, прозерватив снимает. Ну, если выберется, Дэвидом Копперфильмом. Ну, это старый мидор сельских времён ещё, когда какой-то наш, типа, ну, человек всё-таки вырвался туда, или мне шторк там, или дипломатический, решил, значит, нырнуть в публичный дом, ему дают там альбом, он говорит, сколько, да вот это, он говорит, это там 200 франков, он говорит, у меня нет, а вот, говорит, это 150 франков, у меня тоже нет, а вот, говорит, это 100 франков, у меня нет столько денег, он говорит, а сколько же у вас есть, он говорит, там, 35 франков, он говорит, нет, ну, за 35 у нас ничего нет. Ну, вечерный приём дипломатический, он идёт с супругой, значит, и вдруг видит на встречу эта мадам идёт тоже на этом приёме, она ему говорит, вот видите, что можно иметь за 35 франков. СМЕХ 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 А вот тут, что я рассказывал, то есть вот представьте себе шоссе, хорошее шоссе, и по осевой едет Бентли. Не какая-нибудь ерунда подешевле, а вот в самой дорогой комплектации, как полагается, черный лак в семь слоев, хром, ничего лишнего, и навстречу по осевой. На те же 110-115 миль прет точно такой же. Но в этой машине не есть всякая мелочь. Они едут навстречу рука в последний миг по тормозам. Тормоза фирма гарантирует. Они слегка целуются бамперами. Открывается дверца, и с первого Бентли выходит водитель в очень дорогой ливрее, очень неброского и очень дорогого сукна. И говорит другому, который вышел навстречу, примерно такой же. Ты знаешь, ты, ты, хрен с грядки, кто у меня здесь сидит? Ты можешь посмотреть, ну, посмотри. Видишь, да? Вот это Элтон Джон. Никогда не слышал. Это сэр Элтон Джон. Вот это знаменитый эстрадный певец и музыкант, рок-звезда и супер-звезда, сэр Элтон Джон. Пер Англии, миллионер, орденоносец, ты понял? Нет. На что второй, распахивая дверцу своего Бентли и показывая на королеву Англии, говорит. Ну, а это у меня, по-твоему, злоба конская. Это ничего, ничего. А это самое, на светофоре Мерседес остановился, шестисотый, вдруг в него ока. Бум-бум! Ну, выходят из Мерседеса все в себя, пацаны отрывают дверь в этой оке, а там девочка с косичками сидит. Они говорят, ты кто? О, Снегурочка. Они говорят, Снегурочка, вот тебе мобильник, звони своему деду Морозу, пусть бабки подвозят. Она говорит, хорошо, звони, дедушка Мороз, вот тут такое несчастье произошло. Дяденьки подошли, деньги просят. А, хорошо, хорошо, сейчас передам, ага. Сейчас подъедет. Ну, стоят, ждут, значит, с деньгами. Вдруг пять джипов подъезжают из джипов, вываливают такие же качки здоровые, как начинают их метели. Ну, один из них как-то вывернулся, весь окровавленный подползает к этой Снегурочке. Говорит, Снегурочка, а где же твой дед Мороз с бабками? Она говорит, дедушка Мороз очень занят, отморозков прислал. А вот мне очень нравится, значит, старуха в деревне хочет заколоть кабанчика, но сама не может, и жалко кабанчика, но идут три хлопца. Говорит, хлопчики, забейте мне кабанчика, а я вас борщом угощу. Ну, давай, бабка. Съели борща со сметаной, съели второе. Ну, где твой кабанчик? Заходят в сарай. Полчаса оттуда дикий виз, крюканье, топот, выходят все в кровище. Что, хлопчики, вбили? Нет, бабка, убить не убили. Ну, отмутузили, страшно. Вот хорошая история. Ты знаешь, как по-украински будет, извините, пожалуйста, я плохо понял то, что вы сейчас сказали. Не знаешь? Нет. А! Это хорошо. Семья Хохлова бежит на электричку, несутся, бегут, опаздывают, бегут, бегут. Папа бежит, сзади сын, мамка сетащится, бегут с вещами, подбегают к электричке. Чшшшш, дверь закрывается, поезд уезжает. Папа так ставит вещи на перрон, подбегает сыну, он как по морде сыну. Шын, по морде сыну. Батьку зашел. А шо делать, сын? Шо делать? Шын до кума приехал, выпили в самогончику, сало паили, и кум-кум говорит, вот дивлюсь я на тебе, кум, и бачу, шо в тебе никогда спида не будет. Он говорит, чому же у меня спида не будет? Ось бачу, шо никогда не будет. У Вальки, вот, мабуть, будет. У Ваньки, мабуть, будет. У Степана. А у тебя никогда... Чшо же то у Ваньки буде? У Вальки буде. У Степана буде. А в мені никогда не будет. Бо кумы, дивлюсь я на вас, и бачу, шо вы сами и я гандон. Шын, старый, почему евреи спида не болеют? Это их никто не любит. Да, ну, говорит, доктор, говорит, вы что, действительно, вот это самое написали, ваше окончательное заключение, что у меня спит? Он говорит, да, голубчик, да, у вас спит. Ну, и что вы порекомендуете? Он говорит, ну, что я могу порекомендовать? Езжайте на курорт и принимайте грязевые ванны. И что поможет? Ну, помочь, голубчик, может, и не поможет, но к земле-то надо привыкать. Какой страшный анекдот, да? Мне очень нравится, как, значит, предатель приходит к полицаю и говорит, я могу выдать партизан. А что мне за это будет? Ой, корова тебе будет, и хата новая, и все будет. Ну, хорошо, он выдал партизан, действительно, да. Значит, партизан повесили, он приходит, ну, где хата, где корова? Да иди к черту, идиот, скажи спасибо, что тебя самого не шлепнули. Он идет и думает, да. И эти обманули. И с ребятами как-то нехорошо получилось. Ну, это, они такие националистические, когда там два хохлата, да, один израненный, а второй еще, так сказать, слегка, и он тащит этого израненного. Израненностью говорит, Петро, Петро, не могу, пристрели меня. Он говорит, у меня патронов немало. Так я тебе продам. Что касается эстонских анекдотов, то они, естественно, начались со всем известного Карл. Что? Почему ты полифаешь свои цветы керосином? А что? Они могут потипнуть. Ничего. Но, лишь бы пулемет не соршател. Таллинн, перед въездом в Таллинн, знак круговое движение, и написано внизу. Максимум два круга. А есть гениальное еще про Эстонию нашу родную. До некоторых пор. Группа... А, преступная эстонская группировка до сих пор контролирует 60% акций МММ. Хорошо, да? Вот это. Потом еще... Что-то еще было. Ой, кстати, вот любимый анекдот отца моего. Ему тоже очень много лет, но, по-моему, смешной. В городке военном у командира дивизии день рождения. И вот теплым июньским вечером по городку возвращаются офицеры с банкета. Впереди идут старшие лейтенанты, капитанчики, майоры. И говорят, суши, какие у нашего дома бабы живут. Жена, красавица, а дочка. Ну, невозможно. Я весь вечер смотрю. Ну, что ты такие у нас, посмотри. А эти такие. Значит, дальше идут подполковники, полковники. Какой коньячище, говорит, у нашего. Мы такую дрянь пьем. И в магазине ничего. Где он такой коньяк берет? И дальше идут генералы. Говорят, видали, каким кафелем сортир отдел, подле? Когда, значит, генерал выстрелил, так, на сообразительность прапочников. Он говорит, что такое, вот, пара блестящих за дверью стоит в фенниках. Говорят, ну, сапоги. А две пары блестящих за дверью стоит. Что такое? Тимус говорит, ну, две пары сапог. Шубы какие-то. А вот маленький зелененький в болоте квакает. Что такое? Три пары сапог. Так, а насчет, насчет, вот, военных анекдотов, значит, байка одна есть у меня замечательная. Мне ее рассказала одна прелестная женщина, которая, ей сейчас далеко за 80, она воевала. И она рассказала мне, что в части, где она санитаркой служила, она единственная прилично говорила по-немецки. Ну, что значит прилично? Она одна среднюю школу кончила, остальные народ деревенский. И ее вывели на нейтральную полосу читать немцам условия капитуляции. Чтобы ее не подстрелили, пошел с ней старшина с автоматом и майор с пистолетом. Ей дали мегафон. И она, значит, читает условия капитуляции в мегафон несколько раз подряд. И там была такая фраза, что сдаваться миддемфляге. Ну, с флагами, со знаменами. И майор говорит, ты, мать, 41-го года воюй, первый раз о людях подумали. Ты скажи, чтоб с полными, с полными, что? Миддемфляге. Короче, три алкана собрались, руки дрожат у них. Ой, не знаю, что делать. Ну, собрали там копеечку какую-то, нашли, отправили одного за бутылочку. Там ушел, кого огурчик был, положил, там, кого помидорчик расстелили. Ой, сидят, руки дрожат. Ну, и этот чувак возвращается. Бутылку так несет. Несет ему, раз она падает, плюмы разбиваются. Эти на него так, ты, 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 ты что? А он испугался, руки в карман положил, дрожит, боится чего-то, не знаю. Он наезжает, он дрожит, минут 20 дрожал, вынимает руки с кармана, и у него два яйца в руках. Про пьяных, знаешь, я какой-нибудь люблю? Стоит пьяный мужик, значит, и рвется в метро. Милиционер говорит, уйдите отсюда, пьяным в метро нельзя. Он говорит, ну мне надо ехать еще, или ехать домой. Он говорит, идите отсюда, пьяным в метро нельзя. В общем, он доставал, его достал, в конце концов, отошел. Потом опять, значит, подходит к милиционеру и говорит, мужик, ну все, я уже не иду. Ну ты мне скажи, там что, поезда ходят, не врут, не врут, эскаваторы там. Какие эскаваторы? Он говорит, вы что, никогда в метро не были? Он говорит, никогда же не пускаете? Тоже очередь такая стоит в винный отдел, все, естественно, такие синюги. И какая-то кошечка такая идет, тинг-тинг, через очередь. И чувак убегает злой, как ее пнет ногой. Все говорит, ты что, живодер, а что она с вами лапами? Бам-бам-бам-бам. Короче, звери попали в яму. Кого первого жрать? Ну жрать нечего, да? Значит, один говорит, давайте самого толстого, а другой, давайте самого слабого. А он говорит, а давайте того, у кого самая большая пасть, он самый опасный. Крокодил говорит, желтый бегемотик. И, по-моему, это во времена постройки Великой Берлинской Стены пошел первый. Как звери решили строить в лесу мост. Какой будем строить мост? Заяц говорит, что это деревянный? Ну, деревянный, говорит, Александр, что это деревянный? Надо строить мост такой бетонный. Медведь говорит, мост будем строить железобетонный. Орел говорит, то есть, я прошу, осел говорит, совсем вы здесь, ребята, поглупели, одичали? Бетонный, железобетонный, давайте разберемся сначала, как строить будем, вдоль или поперек? Так, крокодил такой. Чубак сидит, ловит рыбу. Не знаю, почему крокодил вылез, но крокодил вылезает. Ну что, тебе жарко? Да, блин, вообще жарко. Совсем жарко, душно, душно. Может, искупаешься? А знаешь, мне что нравится? Не знаю, какой-то ассоциации вспомнил. Звонок радиостанцию, девчонка на радиостанцию, девчонка говорит, я хотела бы встретиться с популярным российским певцом. Диджей говорит, не в женское это дело, девушке, встречаться с популярными российскими певцами. А да, два заки, говорит, че-че-че, зазазвонил. Ж-же-же-же-нюсь. Поздравляю. А я-я-я здесь, а речом, будешь у меня, там а дой на нас звонил. Да, 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 да. Слушай, а, вот я что вспомнил. О, хорошее, я вспомнил. Встречаются два приятеля, один другому говорит, ты чего грустный такой? Он говорит, ходил на анимацию на телевидении диктором. Он говорит, ну и что, взяли тебя? Что ты говоришь, ни в какую говорят евреи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова